Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий, Владислав Жуковский. Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем состоявшийся в Москве 20-21 марта Московский экономический форум. Постараемся ответить на вопрос, станет ли Московский экономический форум реальной альтернативой либеральному минстриму. Сегодня в нашей студии Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией по изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ. Георгий Николаевич Цоголов, профессор, доктор экономических наук, академик РАЕН. И Олег Сергеевич Сухарев, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Чуть позже к нам присоединится Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики РАН, член КОР Российской академии наук, доктор экономических наук. Уважаемые гости, здравствуйте, рад видеть вас в нашей сегодняшней студии. И хотел бы адресовать свой первый вопрос Андрею Ивановичу Колганову. Если я не ошибаюсь, то вы непосредственно принимали участие в организации этого форума, вы являлись заместителем председателя Организационного комитета МЭФа. И поэтому первый вопрос к вам. Скажите, с какой целью вообще было инициировано создание МЭФа? Мы видим, что в последнее время разного рода форумы, которые постепенно превращаются в тусовки, создаются по всей России. МЭФ с какой целью создавался? Какая-то альтернатива другим форумам, другим площадкам? Безусловно, в первую очередь как альтернатива, потому что большинство остальных форумов, и прежде всего экономические форумы, они создавались людьми, которые более или менее поддерживают проводящийся ныне курс экономической политики. Все эти форумы так или иначе проводились под эгидой официальных лиц. Здесь инициатива исходила снизу от ученых, от хозяйственников, от бизнесменов, от общественных деятелей, которые как раз не поддерживают ныне проводимый курс экономической политики. Считают, что он не дает тех результатов, которые необходимы, которые обещаются, но которые не достигаются. И форум, собственно говоря, должен был объединить не только экономистов, не только ученых, но и бизнесменов, и хозяйственников, и политических общественных деятелей с тем, чтобы совместно выработать некий альтернативный курс, выработать альтернативные практические предложения, способные изменить социально-экономическую ситуацию в стране. Георгий Николаевич, вопрос к вам, как к представителю науки, фундаментальной науки. Как вы, именно как ученый, оцениваете Московский экономический форум? Насколько действительно здравые, практичные идеи были предложены участниками этого форума? И действительно ли пора менять вектор социально-экономической и финансовой политики в стране? Да, мне кажется, что это событие, событие среди экономистов, и что вот это было своевременно сделано. Надо сказать, я не относился к организаторам, я отношусь к участникам. Надо сказать, что это было очень хорошо организовано, и огромное количество было известных экономистов там представлено. Причем там был представлен цвет и нашей экономической, академической науки, там были из других стран очень видные имена. Ну, не буду называть, но скажем, Эммануэл Валерстайн. Там были недавние министры финансов ряда стран. И наши тоже вот, что интересно было, что помимо ученых-экономистов, были представлены интересные очень наши представители предпринимательского мира. Для меня было очень интересно вот так выслушать выступления многих наших видных деятелей бизнеса. И хочу сказать, что вот подготовительная работа, конечно, была очень велика. Я вот посмотрел, какие они сделали предварительные, так сказать, шаги, чтобы это все подготовить. И тезисы были замечательные сделаны, так сказать. И огромное количество участников. Вот я сегодня утром, я посмотрел, мне вот так сказать, стало интересно, сколько же их. И так я, конечно, не подсчитал, но это около 600 человек, вы представляете себе, выступающих. Причем выступающих на пленарных, так сказать, заседаниях, на круглых столах и на семинарах. Я вот сам в первый день тоже выступал на пленарном заседании. И, конечно, вот это действительно, вот если слово элита есть, то она относится к тем людям, которые там находились. Олег Сергеевич, к вам вопрос тоже, как представителю фундаментальной науки, какие для себя интересные мысли, может быть, даже не новые, а уже давно высказанные другими экспертами, учеными, вы услышали. И действительно ли вы увидели на этом форуме представителей именно не сырьевого бизнеса, не финансовых спекуляций, а именно представителей реального сектора экономики, промышленников, реального сектора экономики, снукоемких производств. И действительно мы можем надеяться на какие-то изменения к лучшему. Владислав, спасибо большое. Здесь уже было сказано, что особенностью этого форума было то, что он проходил в главном университете страны, Московском государственном университете, и то, что он собрал в основном ученых. Ну, конечно, и крупных предпринимателей, без которых, собственно говоря, возможно, его и организовать было бы достаточно проблематично, потому что масштаб форума был очень значительным. Но мне представляется, что одной из серьезных отличительных особенностей, положительных, безусловно, этого форума, в дополнение к тем, которые назвали сейчас мои коллеги, являлось то, что он был построен таким образом, что организаторы у строителей и люди, известные в науке и в обществе, которые там выступали, они, в общем-то, присутствовали на своем заседании, что называется, до конца. Занимаясь академической наукой 18 лет, я обнаружил такую весьма странную закономерность, что многие мероприятия, круглые столы, конференции выстраиваются по иерархическому все-таки принципу, и у строителей и организаторы, имеющие крупные, конечно, достижения и крупные погоны в науке, обычно под тем или иным видом не добывают до конца даже своих совещаний и своих сессий. Вот здесь общение было построено таким образом, что все-таки все участвующие люди выслушивали всех выступающих. Этот диалог был принципиально важен, потому что, вы понимаете, когда, ну, скажем, завкафедра или декан факультета, или ректор университета, предположим, не слушает выступающих своих доцентов, понимаете, это не есть хорошо. И такая система построения, и, например, отнекивается, говорит, да у меня там совещание, да у меня там выступление, да у меня какие-то ректорские дела. Это не есть хорошо. Нужно планировать так события, которым ты управляешь и в котором ты участвуешь. Раз ты в этом участвуешь, ты должен участвовать до конца и быть с людьми, которых ты пригласил. И вот этот форум тем и отличался. Я уже не говорю о том, что помимо официальных мероприятий были просто изумительные общения в фойе, форума. Уже мы телезрители, к нам в студию, к нашей дискуссии присоединился Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Российской Академии Наук, один из инициаторов и организаторов Московского экономического форума. Руслан Семенович, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Московский экономический форум, все-таки что это? С какой целью вы его создавали? И какую цель вы перед собой ставили, как один из организаторов этого форума? Должен ли он стать площадкой для выработки альтернативной социально-экономической политики? Я просто хочу начать с того, что весь наш мир и наша страна, в том числе, находится в неком мировоззренческом тупике. После мирового финансово-экономического кризиса экономика мира, в общем, находится в депрессии. Этот выход будет непростой из этого кризиса. И понятно, что есть большая потребность в выработке новой экономической политики. Какая философия должна быть там? Ну, а что касается России, то здесь особенно нужна какая-то новая, новые подходы к экономической политике. Дело в том, что в нашей стране экономика, она растет, надо сказать, и лучше растет, чем наши конкуренты, там, партнеры. Все-таки у них там нулевой рост, где-то там даже минус, а у нас все-таки 3%. Это мало, но если бы мы были уже зрелой экономикой, то это были бы нормальные темпы. Но проблема в том, что наша экономика, она растет, но не развивается. Вот в чем проблема. Поэтому мы попытались собрать ученых с мировыми именами, европейцы, азиаты. Ну, конечно, прежде всего наши люди, наши, мои коллеги, которые озабочены вот инерционным сценарием развития нашей экономики. Ну, что, мы всегда зависимы от бочки нефти. Это скандально для страны такой, нашей, с такими традициями науки, образования, культуры, здравоохранения. И, в общем, мы видим, что здесь много сделано, конечно, за последние четверть века. Все-таки мы рыночная экономика уже. У нас, если посмотреть, если сравнить Москву теперешнюю с 85-м годом, то подумать, что это рай земной, если не вдаваться в подробности. Мы сделали много для потребителя, но мы не учли многие факторы. Мы думали, что силы саморегулирования вообще сами по себе наладят и структуру хорошую, и хорошее образование, и культуру, и здравоохранение. А на самом деле все так не получилось. Короче говоря, у нас примитивная экономика, а социальный рынок, похожий на до 17-го года. Конечно, все мы продвинулись, но все-таки у нас совсем нет справедливости. Люди подавлены, не понимают, куда идет страна. Поэтому мы решили собраться, обменяться мнениями, попытаться какую-то альтернативную стратегию предложить. Андрей Иванович, к вам вопрос. Скажите, какие у вас есть конкретно претензии к той политике, которая реализуется последние 20 лет? Насколько вы вообще считаете научно обоснованной доктрину так называемого рыночного фундаментализма? Проблема заключается в том, что значительная часть российского научного сообщества, в том числе и представители Академии наук, спорят с этой доктриной уже последние 20, а то и больше лет. Должен сказать, что эта доктрина вызывает сомнения не только у российских экономистов, не только у тех, кто считает себя левыми или сторонниками социально ориентированной экономики. Дело в том, что та доктрина, которую исповедует наше правительство, это своего рода примитивный либерализм в экспортном исполнении, скажем так, который даже на Западе никто реально не осуществляет. У нас там были представители целого ряда западных стран, многих из которых нельзя отнести к противникам либерализма. Например, бывший министр финансов и вице-премьер польского правительства Гжегош Колодко. Его к противникам либерализма отнести нельзя, но тем не менее он выступал как прагматик, как человек, который понимает, что руководствоваться в реальной политике чисто либеральными догмами – это путь в тупик. Даже он это понимает, хотя, я повторяю, он не противник либерализму. А у нас такое впечатление, что именно эти догмы являются главным критерием при принятии экономических решений. – Юрий Николаевич, вопрос аналогичный к вам. Как вы, в принципе, относитесь к той экономике, которую Академия Гладьев называла кудрявой экономикой, либо кудреномикой? В чем конкретно ваши претензии к тому курсу, который проводился? Что вас не устраивает в нем? Что нужно менять? – Ну, прежде всего, не устраивает результаты. Вот здесь уже говорилось о том, что все-таки результаты 20- или 25-летнего, или там трехлетнего развития, они, в общем-то, скудные такие. Мы как бы топчемся на одном месте. В лучшем случае, конечно, что-то сделано за последние 10 лет. Прежде всего, это было прежние 10 лет, они были падением, так сказать. Потом что-то восстановлено. Но все равно, все равно не то, понимаете. Результаты слабые. Я имею в виду и темпы экономического роста, о чем уже говорилось, так сказать. Потому что надо сравнивать все-таки с передовиками. А есть страны, которые развиваются быстрее. Кроме того, структура слабая тоже. То есть, не то, что слабая, она, как говорится, скособоченная, понимаете. Нефть, газ, вот уже говорилось о никеле. Металлургия, так сказать, которая идет тоже туда, на запад. Вот. И огромнейшее, конечно, то есть, выпиющее социальное расслоение. Ну вот, конечно, если сравнивать, понимаете, вот эти коэффициенты, там, джинни или децильные коэффициенты, то сейчас, по мнению наших главных социологов, в Москве, в Москве, вот этот коэффициент достигает 100. Тогда, когда уже взрывоопасность в Европе считается, так сказать, около там 10. И там, вы знаете, там европейцы, они многое делают для того, чтобы сглаживать эти вещи. Может быть, иногда даже слишком многие вещи, и поэтому возникают, типа, вот синдром Депардье. Это уже перебор немножко. А у нас как-то к этому относятся так, знаете, ну что вот это, чего такого, получают неплохо. У нас тоже были вот среди форума, это мне очень понравилось, что я видел людей, которые говорят разумные вещи, которые зарабатывают очень много. Вот выступал, по-моему, очень хорошо такой, значит, Дмитрий Стрежев, это генеральный директор компании «Еврохим». Вот я просто так помню на память, как-то я читал в Форбсе, что он зарабатывает, значит, 5 миллионов долларов жалований у него в год, как генерального директора. Он не самый главный, понимаете, главный у него там, по-моему, Мельниченко, кто вот этот, Еврохима. И вот этот человек, вот этот человек высказывает разумные вещи, потому что действительно он думает о будущем, он хочет здесь жить, он хочет, чтобы наша экономика была иной. И вот здесь уже затрагивалась эта тема, что, наверное, так сказать, кому-то это выгодно, это деликатная вещь, но, конечно, кому-то кто-то думает, так сказать, и думает, конечно, недальновидно о том, что так может быть и дальше, не может быть. Вот в том-то и дело, мы когда-то, значит, раньше, в прежние времена, мы занимались анализом, так сказать, американской олигархии, и там искали, так сказать, партию мира и партию войны, в другом смысле, что с кем можно иметь дело. Мне кажется, что вот и у нас тоже, вот в этом, так сказать, высшем классе существуют довольно-таки прогрессивные люди, и они были представлены на вот этом форуме. И это очень интересно, я хочу сказать, их надо выслушивать, и с ними надо, и вот левоцентристам тоже, с ними надо контактировать, потому что там все не так. Их голоса заглушаются, их, наверное, на петербургский форум, может быть, приглашают, но они не так слышны. Руслан Семенович, да. Проблема вот в чем, что нормальное, что такое нормальное здоровое общество? Это где-то 65-70% средний класс. У нас он, надо сказать, появился тоже, и даже вырос в последнее время, и только по доходам. Здесь очень много разных критериев. У него нет безопасности, у этого класса, даже если есть деньги. Вот 20% россиян более или менее по-человечески живут, в том смысле, что у них остаются деньги после оплаты питания и ЖКХ. Вот у них есть что-то такое, что они могут себе позволить в путешествии. Ну, например, не случайно, может, 20% россиян имеют паспорта заграничные. И, в общем, эта цифра как-то совпадает. Здесь не обязательно должно быть точное, так сказать, попадание, но все равно, это как-то похоже. Но вот смотрите, если, ну вот именно такая история, то происходит, ездят, может, пять, да? Регулярно. Регулярно, да. Ну, многие там, наверное, челноки еще здесь нельзя. Короче говоря, если бы вот эта страна, такие страны нормальные, Чехия, Словакия, вот даже бывшие социалистические. Вот я часто бываю там, читаю лекции в Братиславе, и вот смотрю, люди живут какой-то нормальной человеческой жизнью. С доходом, ну, 500-600 евро в месяц. Вот для Москвы это что-то не очень понятно как. А вот там люди, они живут, рожают детей, дети учатся, поступают в университеты, отдыхают. То есть, вот это средний класс. Средний класс. Но если бы он у нас, вот когда у вас средний класс есть, 50-60%, то тогда, конечно, это спорт. Мы смотрим, там, Абрамович 15 миллиардов, там, Потанин 20 миллиардов. Это все красиво и хорошо, как спорт. Но абсолютно ненормально, когда у вас на фоне массовой бедности столько миллиардеров. А что ж мешает руководству страны, которая еще лет 12 назад провозгласила доктрину социально-ориентированного государства, все-таки вырастить этот самый средний класс? Нет, ну, знаете, есть мощная мода на все в мире. И в том числе мода на экономическую политику. Вот последние 30 лет была мода на такое, на обожание, или такая квазирелигиозная вера в силы свободного рынка. А в свободном рынке, если вы первичные доходы не перераспределяете, всегда так бывает. Что на одном полисе скапливается все богатство у немногих, а на другом полисе массовая бедность. И, понимаете, это вот всеобщая была история. Вот когда началась реформа, вы еще не родились, наверное, тогда? Нет, я уже родился. Родились? Уже в то время родился. Когда началась реформа, то мы обожали Запад очень. И легко было это делать, потому что если у тебя два сорта сыра, и то его нет, а там 400, то здесь как бы комментарии излишни. Поэтому было все просто. Давайте как у них делать. И все будет. Тем более они нас учили. Вы не повторяйте наши ошибки. Не нужны всякие там субсидии, субвенции, перераспределения. Вот мы боремся. Потому что много паразитов возникает, якобы. А вы давайте вот настоящий рынок. Я помню, я полемизировал с гуру мирового либерализма профессором Фридманом. И он просто обезоруживающе сказал, что вы смотрите, вот вы начинаете рыночную экономику, а у вас очень сильно перегружено вот это вот страх здравоохранения, образования, культуры. Это вам не надо. Вы пока это не заслуживаете. У вас сейчас главная задача должна быть, чтобы пирог рос. А чтобы пирог рос, нужно дать все капиталистам. Вот надо помогать частной собственности. И даже он сказал, нужно три вещи. Приватизация, приватизация, еще раз приватизация. Я к тому, что это была мода всемирная. И понятно, что и наши реформаторы ее безоговорочно приняли, что, конечно, было нелепо. Вот иногда говорят, навязали там какая-то колония. И сами дурачки оказались. Я прошу прощения. За вульгаризм такой же. Ну, да. Но я что хочу сказать. А вот дальше, понимаете, что получилось? Они сами попали в ловушку вот той пропаганды, которую они вели. Вот в чем интерес. После исчезновения Советского Союза началась вот такая полоса триумфализма Запада. И они сами, я не знаю, согласятся мои коллеги или нет, они во время нашего обучения, что давайте, ребята, рынок свободный, частные собственности, все наладится, они сами как бы в это попали. Они перестали регулировать финансы. И сами попали в ловушку вот этой самой мантры. Олег Сергеевич, что вы можете сказать по этому вопросу, по поводу, значит, либеральной школы экономики и что нам нужно менять, куда двигаться? К чему мы пришли за последние 20 лет? Вы знаете, проблема нашей страны в двух процессах, которые запущены в связи с реформами и инерция которых не преодолена. Процесс этих два. Это процесс деиндустриализации. И второй процесс, который с ним связан, это процесс деквалификации. Мне представляется, что существует очень большой миф о качестве человеческого потенциала, капитала, как угодно называйте. Понимаете, при таком износе фондов, при технологических проваровых разрывах, которые мы сейчас наблюдаем, понимаете, образно говоря, человек с мотыгой, его квалификация соответствующая. Человек с более совершенным орудием труда, его надо обучить этому совершенному орудию труда, управляться с ним и совершенствовать само орудие. Понимаете? Я вам приведу такой пример, связанный с форумом. Вот на форуме очень неплохой доклад сделал Владимир Иванович Якунин по инфраструктуре РЖД и вообще о значимости инфраструктуры и вложения в инфраструктуру в развитие экономической системы. Но я вам приведу такие данные. В Совете директоров РЖД является и находится представитель Симонса. Раз. Система предприятий Элтеза, это холдинг российский, на 50% практически под контролем Бомбардье. Это французская, так сказать, корпорация, очень крупная, которая фактически поставляет средства производства для российских РЖД. Наши предприятия выбиты с этого рынка и находятся или переходят под контроль Бомбардье. Фактически речь не ведется о конкуренции российских машиностроительных предприятий за поставку оборудования для РЖД. Речь ведется о конкуренции Бомбардье и Симонса на внутреннем рынке России. Понимаете? Я два года назад с половиной, меня главный инженер водил по Новочеркасскому электровозостроительному заводу. И я подошел к развалинам. Цеха, цеха, я был на конвейере, залезал на электровоз, мне все показали. И вдруг посреди завода, который почти выходил на советскую мощность, 38 электровозов в месяц, а в советское время было 48, понимаете? Значит, и вдруг развалин, я его спрошу, а что это такое? Олег Сергеевич, это планировался цех и масштабное производство скоростных поездов. А ведь Россия сейчас сапсаны закупает. Андрей Иванович, к вам вопрос. Скажите, в рамках той социально-экономической политики, которая проводится в последние 20 лет, есть ли будущее у России? Понимаете, какая вещь? Главная проблема нынешнего курса экономической политики в том, что он не желает затрагивать сложившуюся за последние 20 лет экономическую модель. Эта экономическая модель как раз и есть главное препятствие на пути решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Эта экономическая модель не позволяет нам вылезти из тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Эта экономическая модель препятствует инновационному развитию экономики и не позволяет нам поднять значительный уровень производительности и уровень технического прогресса. Что это за модель? Это модель, которая опирается, можно сказать, на три кита. Первый – это эксплуатация на истощение природных ресурсов, это эксплуатация на истощение основного капитала, который достался нам главным образом от советского периода, и это эксплуатация на истощение человеческих ресурсов. Вот на этом наш предпринимательский сектор экономит. За счет этого он получает сверхприбыль. Для значительной части наших предпринимателей оказывается, что вкладывать деньги в возобновление природных ресурсов или хотя бы в геологоразведку – это невыгодно. Вкладывать деньги в обновление основного капитала – это невыгодно, это вычет из их личного дохода. Вкладывать деньги в развитие человеческого потенциала – невыгодно, потому что это опять-таки вычет из их личного дохода. В том, что это не вычет на самом деле, а это инвестиции в будущее, об этом думают далеко не все. Есть люди, которые об этом думают, и в предпринимательском сообществе, именно с ними мы работали. Но, к сожалению, правительство поддерживает не эти устремления. Правительство твердит как мантру одну формулу. С курса реформ не свернем. С того курса, который привел нас в ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Вот с этого пути они почему-то сворачивать не хотят. Корыстные интересы? А этот путь ведет никуда. Я не думаю, что это только корыстные интересы. Это еще и инерция мышления, это привычка жить спокойно, ничего не предпринимать. Вот, например, когда возникает простой вопрос о введении прогрессивного подоходного налога. Сразу возникают голоса. А вот его сложнее рассчитывать и собирать, чем налог по плошкой шкале. Да, действительно, сложнее рассчитывать и собирать. Но, извините меня, получается тогда, что мы экономическую политику проводим для удобства государственного аппарата, а не для того, чтобы страна жила нормально. Чтобы чиновники не напрягались. Да, чтобы чиновники не напрягались. Вот с этим мы никак не можем согласиться. Понимаете, в чем дело? Нам нужно ответственное государство. Государство, которое бы отвечало за судьбу страны, в первую очередь. И только такое государство может проводить экономическую политику, которая вывела бы нас в страну вперед. А это необходимо, потому что вот все, что здесь говорили мои коллеги, с этим смириться невозможно. С этим смириться невозможно. Такая страна не будет иметь будущего. А нам нужно будущее. У нас есть потенциал значительный в стране, до сих пор не разрушен. Мы очень много потеряли, но еще много и сохранилось. Это надо использовать. Мы это не используем. У нас в стране уровень расходов на поддержание человеческого потенциала, пожалуй, самый низкий изо всех стран. Мы очень мало тратим на просвещение, очень мало на здравоохранение, очень мало на научные исследования, опытно-конструкторские разработки, очень мало на поддержку национальной экономики и на социальную поддержку населения. Мы тратим гораздо меньше, чем даже развивающиеся страны. Многие. Я что-то оптимистическое скажу. Давайте, ну что же мы будем это... Обрадуйте нас. Вот смотрите, у нас такая ментальность еще, она не очень приспособлена для постоянной, высоко квалифицированной работы каждый день, чтобы делать хорошо. Вот у нас это была проблема еще не советская, еще до советской. Вот мой любимый писатель, Иван Сергеевич Тургенев, вот у него есть такой роман «Дым». Там первая, какая-то была первая выставка, то ли в Бадене, я не помню, то ли в Париже. Первая мировая промышленная выставка. И вот два помещика там ее посетили, один другому говорит, слушай, а вот смотри, а там были веялки, сейлки там всякие разные. Он говорит, вот видишь, если вот Россия исчезнет, вот за одну секунду, да, с лица земли, никто не заметит. Почему? Потому что не было промышленных товаров. И вот это... Дело в том, что вот у нас ведь всегда... А в советское время мы все производили, но не конкурировали с остальным миром. Поэтому у нас было очень много хороших брендов создано, но не было конкуренции. А когда мы быстро все в рынок бросили, всю страну за ночь, то мы думали только о потребителе, а о производителе и забыли. Конкуренцию мы стали проигрывать. Я что хочу этим сказать? Что, наверное, не знаю, согласятся мои коллеги, нет, наверное, у нас вот... Нам важны величественные проекты. Хорошие, большие, очень мощные. Транссибирская магистраль. Вот сейчас я очень радуюсь за поезд развития от Пусана до Лиссабона. В частности, вот меня Якунин убедил в этом, что это очень мощный логистический коридор, коридор развития. Уже хотят люди участвовать, и Запад, и Корея. Можно много чего сделать. Там осваивать шельфы морские. И, наконец, вот сегодня на одной конференции я был утром, там директор Института США и Канады Сергей Рогов выступал за индустриализацию с помощью Запада. Вот станкостроение можно еще попробовать спасти. Потому что в чем сейчас есть интерес? Запад находится в депрессии, и нету спроса. Ну, нету, частный спрос вялый. А мы могли бы здесь, государственная экономическая политика, могла бы каким-то образом вот этот бигдил сделать, большую сделку. Европа тоже хочет. Мы им обеспечиваем рост экономики. Можно вспомнить, что в 30-е годы в отдельные... Ну, мы все, да. ...поглощали половину машиностроительного экспорта Соединенных Штатов. Да, да. Именно так и было. А сейчас, ну, раньше тогда у нас был Госплан, была такая зверская плановая основа. Сейчас можно на основе просто... Планы должны быть стимулами, а не приказами. И это вполне можно сделать. То есть я хочу сказать, что у нас есть еще широкие возможности. Поэтому мы должны просвещать народ. Народ должен ходить на выборы, выбирать правильных политиков. И переходить на Московский экономический форум, как на дискуссионную площадку. Абсолютно. Евгений Ильич, можно вам вопрос задам? Верите ли вы в проект модернизации, который был недавно озвучен, при неизменном общем социально-экономическом курсе? Ну, видите, вот действительно, ВТО – это открытие дверей и, может быть, даже где-то окон. И в результате этого иностранному капиталу, может быть, и не нужно уже даже сюда идти. Потому что ему можно продавать товары, продукцию. На, сюда просто. И это создает такие благоприятные для него возможности, конечно. Но я согласен в целом с Русланом Семеновичем, с тем, что у меня тоже нет такого апоклипсического взгляда на ситуацию. Я тоже вот так смотрю, ведь кое-какие стороны жизни, они улучшились за последнее время. Нельзя тоже забывать об этом. И услуги, и сфера торговли. Возьмите, вот куда мы ходим и прочее. Другой вопрос, что не у всех деньги есть, и далеко не у всех. И товары-то импортные. И товары, да, импортные в основном. Кстати говоря, вот за прошедшие полгода после нашего вступления в ВТО количество импортных товаров увеличилось на наших полках. И это понятная, так сказать, вещь. Хотя, хотя, хотя существует... Это заметно? Это заметно, да, это заметно уже. И вы знаете, что? И тем не менее существует еще переходный период. Еще правила ВТО не заработали в полную меру. Но уже, так сказать, и свиноводство очень в тяжелом положении находится. И агропромышленный. Потому что там пошлины, и агропромышленные, и, так сказать, машиностроения и прочее. Так что, если нам вот сейчас быстро не провести какие-то меры, действительно, не изменить, так сказать, курс, то дальше будет хуже. И вот я вчера тоже был на какой-то конференции, и даже там что-то уже выступал. Но там, значит, тоже вот так считается, что прозвучало это, что лет через 15, ну, не так же, как вот шоковая терапия, но, может быть, лет через 10, через 15 тоже будут проклинать наш вот этот шаг. Хотя нам нужно интегрироваться, но надо было подготовиться. Мы без подготовки вступили в ВТО все-таки, понимаете? Мы сделали интеграцию без модернизации. А вот очень интересный вопрос. Почему у нас не получается? Почему мы вот туда не можем идти? Я бы вот, мне так здесь кажется, что здесь, это очень сложно сейчас тоже, вот так, знаете, выйти на правильную траекторию, это непросто. Почему? А потому что у нас сформировалась действительно определенная модель нашей экономики, которая отрицает эти вещи. Она отрицает, им не нужно, понимаете? Почему? Ну, так, потому что все-таки вот эти преобразования, случившиеся, которые в 90-х годах, это как будто все-таки типа сомалийские пираты, понимаете? Захватили собственность, но они ее захватили, и они ее не развивают. А сейчас, в результате экспансии дальнейшей, они практически захватили всю экономику. Перекресток, вы знаете, кому принадлежит ведь? К тому же, кому и ТНК БИПИ недавно принадлежало. Утконос, это, так сказать, магазин, чей он? К тому же, кому принадлежит Северсталь, то есть, господину Мардашову и прочее, и прочее. И вот то, что вот говорил Руслан Семенович, это правильно. Примерно понятно, что надо делать. Не очень понятно, как. Дело зашло далеко. Инерция очень мощная. И я бы, например, на месте Путина тоже бы тысячу раз подумал, начинать что-нибудь радикальное или нет, потому что, в общем, все сложно стало. Болезнь запущена очень. Мы просто понимаем, что не мы одни на планете на этой живем. Вот социал-демократический проект очень мощный в Бразилии, реализован. Очень мощный. А такая страна, как мы. Так, да? Даже в футбол играют одинаково, если ничья была. Оказывается, можно и социальную справедливость сохранять, и свободу сохранять. У нас есть шансы еще найти баланс. И социальную справедливость наладить, ввести налоги хорошие, но и одновременно сохранить и для бизнеса перспективы, и для страны. Руслан Семенович, спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, мы вынуждены отпустить нашего уважаемого гостя. Он трубится на конференцию. Поэтому продолжим нашу дискуссию в более узком составе. Олег Сергеевич, возвращаясь к нашему вопросу по поводу эхо 90-х, видите ли вы о сегодняшних результатах и о том, что мы пришли за последние годы в той самой политике и вставания с колен, и о том, что мы имеем социально-экономические результаты последствия 90-х годов, либо это уже совсем другие причины? Мне представляется, что последствия прямые. Вот только что мой директор, начальник по институту экономики говорил о том, что нет ниш. Но с другой стороны, откуда они возьмутся? Я, когда приводил пример с РЖД, я потом хотел сказать об институциональных факторах и о том, что произошла очень интересная коллизия с нашей системой. Мы усиленно создавали институты рыночной экономики, правила, законодательства, развели бурную деятельность, такой режим своеобразной институциональной чехарды, смены правил постоянных, понимаете, перманентных, перманентных реформ всех общественных подсистем одновременно, не понимая ни целей, ни задач, ни то, что мы разбалансируем все эти подсистемы, и они просто потеряют управление, что и произошло. Так вот, понимаете, когда провели приватизацию, это был главный удар по промышленности, по производительным секторам. Вот, на фоне приватизации, при развернутой инфляции начала возникать и укрепляться импортная инфраструктура. То есть, это торговые сектора, связанные с обеспечением импорта в нашу страну тех товаров, вот, и созданием определенных локальных точек в нашей стране. Вот почему ниши поделены. При этом обнаруживалось свертывание наших видов деятельностей производительных, спад по промышленности катастрофический, потеря производств и технологий. Собственник был абсолютно не заинтересован в развитии производства и не имел для этого возможности в режиме институциональной чехарды. Как вы будете управлять этой собственностью, полученной в среднем задарма, понимаете, когда вам навязаны цели обогащения, и вы будете их преследовать. Получив актив дешевый, вы, так сказать, вы используете его как угодно. Часть активов, естественно, при приоритизации была потеряна. И вот такой структура экономики подошла к 2000-м, когда в обстановке относительного благополучия мы обнаруживали рост, в основном ценовый на сырьевых товарах, так сказать, торговля увеличилась почти до 30% ВВП. Мы представляем из себя торгашескую страну, как раз и в том числе за счет сформировавшейся вот этой импортной инфраструктуры. Юрий Николаевич, вы согласны с мнением нашего уважаемого гостя? Да, в целом я разделяю это. Слушай, ну, мне кажется, что все-таки вот у нас сейчас получается таким образом, что мы не очень видим цель, ориентиры на будущее. Ну, вот так, что надо сделать, чтобы лучше, чтобы выйти из этого положения, чтобы у нас была не сырьевая экономика, так сказать, диверсифицированная. Эти вещи мы говорим, и говорим, так сказать, и они уже как бы стали, понимаете, навязли в зубах или все-таки. Но все-таки, значит, нельзя забывать относительно теоретической базы. Мы не можем только вот так рассуждать, так сказать, на базе здравого смысла. Надо еще вспомнить, так сказать, что добыто наукой до нас. Поэтому я вот сторонник того, чтобы все-таки сказать, к чему мы должны стремиться и в чем наши главные ошибки произошли. Потому что у нас ошибки были не только в последних 25 лет, у нас были ошибки и предыдущих 70 лет. И теперь вообще-то мы наученные, причем мы наученные не только, так сказать, на чужом опыте, хотя лучше учиться на чужом опыте, но мы научены на собственном опыте. И вот здесь надо расставить точки над «и». Вот мне представляется, что сейчас уже вот начинают появляться те самые, так сказать, теоретики наши или, так сказать, ученые, которые раньше, в конце 80-х годов трубили «рынок, рынок, 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 и он все спасет». Теперь они обратную, так сказать, ход дают. Не то, что говорят обратные вещи. А вы знаете, какие слова они говорят? Госплан. Это вообще запрещено. Это те самые люди, которые говорили. И я хочу сказать, что это понятно почему. А понятно почему, что у нас и теоретической базы не хватает, понимаете? Дело в том, что план, рынок, вы что показали 70 лет, он в абсолютизированном виде не годится. Не годится. И рынок в абсолютном виде тоже не годится. И вот эта самая справедливость или, так сказать, свобода все сводится к тому, что надо. Не только, так сказать, из книг, а и видеть, что происходит на мировой арене. Вот сейчас, так сказать, видите, Китай вырвался вперед и показывает, что коммунистическая, так сказать, партия Китая принимает капитализм, но не разрушает план, а идут вместе. И секрет успеха в этом. И нам надо прямо сказать, что мы должны, мы должны построить интегральное общество, которое совмещает, так сказать, одни отношения с другими. Потому что если в одну сторону идти, мы вернемся к тем ошибкам, которые мы делали 70 лет. Если уйти в другую сторону, а мы, так сказать, в другой стороне сейчас, то у нас вот эти ударения. Поэтому вот это и есть наш ориентир, маяк, конвергентное интегральное общество и экономика, соединение плановых преимуществ и преимуществ рыночных, соединение преимуществ социалистического строя, и это не должно быть таким бранным словом, с преимуществами капиталистического строя, которые только, понимаете, тоже существуют. А мы соединили худшее с худшим, а нам надо соединять лучшее с лучшим. Тогда нам ясно, куда двигаться. Спасибо, Юрий Николаевич. Андрей Иванович, вы как смотрите на проблему соотношения государства и рынка в экономике, и к какому направлению нам нужно двигаться? Больше государства, меньше государства, ориентироваться на иностранных... Вопрос заключается не в том, меньше государства и больше государства, а для чего государства. И какое? Чьи интересы? Естественно, и какое, да. Для чего государство? Какие интересы оно будет выражать? Чьи? И каким целям оно будет служить? Проблема здесь даже не только в средствах, которые это государство должно употреблять. Хотя средства, я совершенно согласен с Георгием Николаевичем, что средства надо менять. Что нам нужна экономика регулированная. Что мы не можем сейчас, так сказать, резко отказаться от рынка, но мы должны учитывать возможность применения значительно более широких рычагов регулирования, чем это было до сих пор, потому что те страны, которые вырываются вперед, они именно на этом и делали свой рывок. И второе, что я хотел бы сказать, цели надо менять. Чего мы хотим? Мы хотим увеличить валовый внутренний продукт, мы хотим стать снова промышленной державой. Это правильно, это нужно. Но на этом поле мы не сможем переиграть очень мощных и сильных игроков в мировом хозяйстве. Нам надо ставить другие цели развития. Нам надо ставить такие цели развития, которые соответствуют самым прогрессивным тенденциям современного общества. И поэтому нам надо делать ставку в первую очередь на развитие человеческого потенциала. Надо сделать экономику ориентированной в первую очередь на человека. Это не только цель, соответствующая тому, что хотят люди, но это и средство развития. Потому что современная экономика базируется в первую очередь на творческом потенциале человека. Если мы дадим простор этому творческому потенциалу, если мы мобилизуем все ресурсы нашего народа творческие, если мы дадим возможность этим способностям проявиться, то тогда мы поднимем экономику с колен. Это самое главное. Спасибо, Андрей Владимирович. Я хотел, кстати, добавить, это очень правильно Андрей Иванович сказал, потому что вообще сейчас на Западе очень модно направление экономической науки, которое называется экономика счастья. И вы знаете, что программы развития ООН, они именно об этом и говорят, что нужно, как говорится, не ВВП должен быть показателем единственным, а надо смотреть, как люди живут, насколько, так сказать, дается возможность вот в обществе, чтобы развивались способности. Мы не можем сделать так, чтобы все были равными. Но предоставить равные возможности с самого начала, чтобы люди имели равный доступ к тому, чтобы обучиться, чтобы иметь здоровье и прочее, это необходимо, это должно быть поставлено, это уже поставлено. И звучит на слово, Олег Сергеевич, вам. Цели развития творческого потенциала и человека, конечно, важны, но нужно не забывать об одной вещи, что человек творчески реализуется в труде, в реализации каких-то задач, вот, и что этот труд организуется, он управляется, а значит, должна быть выстроена система управления, система правил этого труда, институтов. Вы понимаете, возникает целый комплекс сопряженных задач, включая задачи создания продуктов и шире благ, то есть и услуг в том числе, которые сопровождают эту деятельность, потому что если я консультирую как профессор, вы понимаете, то это услуга, я передаю знания по передаче знаний. В стране нужно научиться, кстати, торговать знаниями, и торговать специалистами, и торговать патентами. Сейчас патентная база России кинута на откуп, неизвестно кому и как. Вы понимаете, изобретатели не могут не оформить толком заявки, не поддерживать эти патенты. Я вообще считаю, что государство должно обеспечить полное финансирование и полную государственную поддержку международного продвижения российских патентов. Вот, понимаете, весь смысл в постановке задач, как она будет поставлена, и как, какими финансами она будет реализовываться. А финансы – это часть создаваемого дохода. А доход мы создаем либо с сырья, либо с производительной деятельностью, либо с того и другого в какой-то пропорции. Вы понимаете, эти задачи взаимосвязаны и взаимообратны. И мы не можем прыгнуть выше, чем вот эти ограничения по текущему ВВП, по текущему доходу и по текущему благосостоянию мы имеем. Что касается экономики счастья, секундочку, то есть известный парадокс Истерлина. Он брал несколько десятков стран. Ричард Истерлин. И он посмотрел, что обеспечение высокого темпа роста не приносит населению ощущение счастья от прибавки создаваемого дохода. И этот эффект был назван парадоксом Истерлина. Вы понимаете, он известен. Именно поэтому, благодаря этим публикациям, они были уже пару-тройку десятка лет назад осуществлены. Осуществлены ООН и развила программу по изучению и выложилась по развитию человеческого капитала, потенциала. И выложилось вот целое направление экономики счастья, где масса показателей, но и масса проблем, как подойти к этому ощущению счастья. В чем оно? Оно, видимо, в том, чтобы у людей были реализованы первичные потребности, плюс потребности в самореализации и творчестве, где тогда человек гармоничен. Но такую систему ему нужно выстраивать кропотливой работой в рамках государственной политики и планирования организации, мотивации, контроля и координации, как важнейшей функцией управления системой, которые сегодня являются, к сожалению, потерянными. Мы имеем дисфункциональное управление, к сожалению, странами. Спасибо, Игорь Сергеевич. Уважаемые гости, хотел бы поблагодарить вас за то, что приняли участие в нашей дискуссии. Хочу напомнить, что сегодня у нас в студии были Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией по изучению рыночной экономики, экономического факультета МГУ, а также заместитель председателя организационного комитета Московского экономического форума. Георгий Николаевич Соголов, профессор, доктор экономических наук, академик РАЕН. Олег Сергеевич Сухарев, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. И покинувший нашу студию несколько раньше, Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики РАН, член-корреспондент Российской академии наук. В эфире была программа «Точка зрения», я и ведущий Владислав Жуковский. Спасибо, что вы были с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин